МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К пятому этажу он где-то более-менее рассредотачивается, но в тем не менее тоже стоит. Проблема с душком. Жители дома по улице Мяге-7 вынуждены существовать в антисанитарных условиях. Местами до минус 12, минус 17 градусов. Суровый антициклон на подступах к региону. Синоптики обещают морозы уже в ближайшие дни. В Самаре начинают эвакуировать брошенные на обочинах автомобили. У дорожных служб теперь есть для этого основания. На улицах города устанавливают знаки, запрещающие ночную парковку в определенные дни недели. Эта мера позволит коммунальщикам полноценно чистить трассы в зимнее время. Снегопады специалистов уже не пугают. 80% техники сейчас готовы к работе. Юлия Кленова продолжит. Будущей зимой самарские власти готовятся внедрить в сфере ЖКХ сразу несколько нововведений. Первое касается уборки тротуаров от снега. Делать ее будут значительно чаще. Несколько десятков новых спецмашин закупили в этом году для нужд городского хозяйства. Часть новой техники предназначена специально для пешеходных зон. Мы обновили фактически одну шестую часть парка. Это достаточно много. И акцент мы сделали на малогабаритную технику для содержания тротуаров. 13 единиц техники такой универсальной. Это маленькие пылесосы, маленькие щетки, грейдеры. Будут работать на улице города в этом году. Я думаю, что в этом году город не будет испытывать проблем со снегопадами, потому что мы подготовлены, я считаю, очень хорошо. В Самаре спецмашин теперь немногим меньше 300. Кроме того, в трех районах города, Красноглинском, Самарском и Ленинском, власти будут привлекать к уборке частные организации со своей техникой. Это около сотни машин. Второе, что изменится этой зимой, использование реагентов. На главных самарских дорогах не будут применять песко-соляную смесь, а только Бионорд. Это средство снижает риск заноса на льду, и его не нужно убирать весной, как песчаную смесь. Реагенты закупили 15 тысяч тонн. И третье нововведение в Самаре, по примеру столиц других регионов, начинают убирать авто, которое хозяева бросают на ночь или навсегда на обучине проезжей части. На улице Самарской уже установили 123 дорожных знака, которые вводят временное ограничение на стоянку. Днем она не запрещается, только ночью. Когда наступает определенный день по табличке и время с нуля до семи часов, есть возможность и появляется правовое поле для работы службы эвакуации и госавтоинспекции убрать те подснежники, которые у нас стоят весь зимний период. И, соответственно, у нас не было на них определенных рычагов в прошлую зиму. Знаки сейчас устанавливают на улицах Пензенской и Мариса Тореза. Владельцев авто просят внимательнее парковаться на ночь. В антисанитарном состоянии жители дома по улице Мяге-7 не могут добиться от управляющей компании наведения порядка в подвале их пятиэтажки. Канализационные трубы давно требуют капитального ремонта. Именно так считают сами жильцы. Но коммунальщики это мнение не разделяют. Во всяком случае, качественных и масштабных работ в подвале они не проводят. Илья Егоров подробнее. Улица Мяге-7. Когда подвал пятиэтажки был сухим, жители припоминают с большим трудом. По их словам, на протяжении последних нескольких лет помещение постоянно заливает канализацией. Уровень стоков местами может превышать полметра. Уложенные когда-то самими жильцами деревянные полы попросту сгнили. Впрочем, на данный момент это беспокоит жителей меньше всего. Есть неудобства и посерьезнее. У нас сильный запах в подъезде. Сама я тоже на второй группе инвалидности и тоже задыхаюсь. Очень тяжело дышать. До какого этажа доходит? Так как мы открываем окна, к пятому этажу он где-то более-менее рассредотачивается. Но тем не менее тоже стоит. Причина антисанитарии в подвале – аварийное состояние канализационных труб. Многочисленные заявки в управляющую компанию ожидаемого результата не приносят. Люди ждут комплексной замены коммуникаций. Но ее пока никто даже не обещает. А те работы, которые изредка проходят в подвале, вызывают у жителей искреннее удивление. Буквально вот на той неделе в среду пришел слесарь. Я к нему спустилась. Он посетовал, какие у нас трубы плохие, ржавые. Что их надо менять. Что они сейчас будут делать. Проводить, значит, это... Там я уж не поняла замену или что они там будут делать. Я ушла. Через некоторое время, когда я пришла, заглянула. Там уже не было никого. То есть в течение часа меня не было. Я смотрю, что трубы там обвязаны целлофаном. Обо всем происходящем люди собираются подробно рассказать в заявлении в Государственную жилищную инспекцию. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ. Как вернуть к нормальной жизни тех, кто совершил преступление? Это сложный вопрос. Обсуждали на заседании комиссии по профилактике правонарушений под председательством вице-губернатора Валерия Юртайкина. Необходимо увеличить квоты на рабочие места для тех, кто освободился из мест лишения свободы. И тех, кто отбывает наказание, не связанное с изоляцией от общества. Так уверены представители уголовно-исполнительной системы. Областные же власти обещали помочь. С другой стороны, работников в СИН убедительно просили не содействовать преждевременному освобождению тех, кто совершил тяжкие преступления. Бывали случаи такие, что осужденные, которые отбывают наказание после отбытия, остаются на этих местах работы. То есть продолжают работать и дальше живут, создают семьи. Ну и уходят в сторону от правонарушений. Убил двоих людей, значит, администрации ходатайствуют перед президентом страны, он две трети еще не отбыл даже, об применении акта амнистии. Говорим, говорим, твердим, твердим. Это тоже профилактика, пусть незначительная, но профилактика рецидивной преступности для других. О других событиях расскажем в видеообзоре наших корреспондентов. С 22 октября Россельхознадзор вводит запрет на ввод всей сельхозпродукции из Украины, в том числе транзитной, из других стран. Причина в увеличившемся потоке овощей и фруктов из сопредельного государства, без соответствующих маркировок, что свидетельствует о ее неукраинском происхождении и объясняется поставкой растительных грузов из Европейского Союза в обход санкций. В Минсельхозе Самарской области ранее уже отмечали, что на жителях региона такие ограничения не скажутся. Зерном и картофелем губерния обеспечивает себя на 100%, овощами на 90%, а импорт составляет лишь от 1 до 5%. Это овощи и фрукты, которые не растут не только на территории России, но и самой Европы. Закончились бюджетные деньги по программе льготного приобретения продукции «Автоваза», сообщает российская газета. Продажи приостановлены с прошлой субботы. Об этом сообщили крупнейшие дилеры «Автогиганта». Они же отмечают, что финансирование может быть возобновлено. Программа была рассчитана на срок с 4 сентября по 15 декабря этого года. За это время должны были продать 40 тысяч автомобилей со скидкой в 50 тысяч рублей. При условии сдачи в обмен полнокомплектные машины любой марки, находившиеся у владельца не менее 6 месяцев. В скором времени увеличится число маршрутных такси, где проезд можно будет оплачивать по транспортной карте. Такое предложение рассмотрела Самарская губернская дума. Электронная оплата станет возможной уже до конца этого года. Часть коммерческих перевозчиков ранее уже ввела такой вид расчетов. По просьбам горожан к ним прибавятся маршруты номер 21М, 205 и 295. Это скажется на увеличение пассажиропотока. Таким транспортом смогут пользоваться многочисленные обладатели социальных карт. Деятельность спамеров по рассылке СМС-сообщений законодательно ограничит. С 21 октября в России действует новый порядок отправки текстовой рассылки по линиям сотовой связи. Больше не будет рекламы спиртного, наркотиков и интимных услуг. Ранее Россия была на втором месте в мире по активности спамеров. Теперь для коммерческой рассылки необходимо обзавестись именным телефонным номером и заключить с оператором прямой договор. С десятизначных номеров коммерческие СМС станут незаконными. На них можно будет сжаловаться Федеральную антимонопольную службу и оператору связи. И смотрите далее в нашем выпуске. Мы просто здесь собираемся, нам это в кайф делать. Студенты на одной волне. В Аирокосмическом университете заработало собственное радио. Поволжье распрощается с циклоном, который в начале этой недели принес дождь и мокрый снег. Погода с таким характером переместится за Уральский хребет. Но пока Самара все еще находится в тыловой части этого циклона. Так что в ближайшие сутки местами нас ждет небольшой снег и довольно холодный северо-западный ветер. Температура воздуха начнет значительно понижаться. Синоптики предостерегают. При таких условиях на дорогах неминуемо гололедится. В межсезонье эти погоды капризы явление самое обычное, поясняет в гидромедцентре. Настоятельно рекомендуют жителям утепляться. Суровый антициклон скользкого полуострова уже на подступах к нашему региону. До конца недели, даже в начале следующей недели, сохранится холодная погода. Но уже под влиянием антициклона, который переместится в поожье с северо-западной части России, существенных осадков не ожидается. Ветер будет в северо-западном направлении со скоростью 8-13 метров в секунду, а температурный фон даже будет еще ниже. И в ночные часы составит от минус 6-11 градусов, и местами до минус 12-17 градусов. В дневные часы ожидается минус 3-8 градусов. В Самаре стартовала акция благородства, и комиссия приступила к отбору лауреатов на премии. В этом году в общей сложности 200 заявок со всей области. Напомню, что лауреатами премии становятся те, кто не боится рисковать собственной жизнью ради жизни других. Условия акции таковы, что о благородных поступках самых разных людей рассказывают их знакомые, соседи, или те, кому они помогли. С каждым годом таких историй становится все больше, и получить звание могут люди любого возраста. Так, например, в том году в числе номинантов двое подростков из Чапаевского детского дома. Молодые ребята помогали воспитателям выводить малышей, когда в поселке Нагорный произошел взрыв на складе боеприпасов. Об этом меня попросили воспитатели, которые в тесном контакте с этими детьми, и которые узнают эту историю и знают многие прекрасные качества этих детей. Если им случится стать победителями такой престижной акции, я думаю, их уверенность в себе возрастет во много раз. Студент из ГАУ на одной волне в Аэрокосмическом университете набирает обороты молодой проект «Радиус ГАУ». В команде, которая начиналась с троих человек, теперь работает уже 15. В этом году новое радио попало в список претендентов в конкурсе «Студент года» в номинации «Журналистика». С коллективом студенческого радио встретилась Анастасия Шамшурина. Доброго времени суток, с вами Алла Павлов Александр, «Радиус ГАУ». И сегодня у нас в гостях потрясающий человек. Идея создать студенческое радио пришла студенту Аэрокосмического университета Максиму Мельникову два года назад. Свой проект он представил на всероссийском конкурсе «Лидер 21 века». Там его задумку оценили, а в родном университете поддержали. Вот в этом-то и суть. Мы просто здесь собираемся, нам это в кайф делать. Потому что когда мы собираемся, мы что-то обсуждаем, рождаются какие-то новые идеи, мы их реализовываем. Вот нам важен процесс. У ребят ежедневные планерки. Контрольная по субботам. В эфире 8 рубрик. Одна из самых запоминающихся иностранцев с ГАУ. В ВУЗе обучаются представители 50 национальностей. Рубрика дает возможность разрушить стереотипы и узнать что-то новое о других странах именно из уст иностранцев. Гостем последнего эфира стал Даврон Набиев. Самару приехал из Таджикистана 4,5 года назад. Для него участие в эфире – совершенно новый опыт. Было необычно. Я не думал, что у ребят не тянет такая тема, иностранцы. Но вот ребята из радио решили интересоваться, создали такую рубрику и позывали нас. Вот мы рассказали. Гостями эфира могут быть как студенты, так и преподаватели. С ними общается будущий инженер воздушного транспорта Светлана Аверченко. Вопросы самые разные. Получается так, что преподаватели отвечают на такие личные вопросы. То есть не на профессиональные, не как вы относитесь к студентам. Они такие, которые раскрывают их характер. Все свои записи ребята размещают в группе «Радио СГАУ» в социальных сетях. Анастасия Шамшурина, Николай Сидоров, СТВ. Осенние капризы погоды, самое время задуматься о самочувствии. Как нельзя кстати, старт нового проекта, который позволит читателям коллекционировать секреты здоровья. Одноименное приложение стало детищем популярного журнала, одного из лидеров в России по тиражу и аудитории. Как любопытные информации и ценные рекомендации могут стать алгоритмом действия, в редакции «Здраво рассуждали» с Диной Сметановой. Ритм современной жизни можно легко выдержать, если постоянным спутником будет приложение «Секреты здоровья» к известному журналу «Телегиду». Это уже четвертый продукт в линейке приложений. Все предыдущие проекты имели успех у любознательных читателей. Редакция уверена, что новое приложение еще больше расширит и без того многомиллионную аудиторию. Тем более, что оно будет доступным по всей стране. Но первый тираж появился в самарских киосках. «Предыдущий наш проект «Жизнь прекрасна» был ориентирован исключительно на женскую аудиторию. Новый проект, новая коллекция «Секреты здоровья» – это больше универсальный продукт, который могут читать практически любая аудитория. Здесь мы говорим не только о «Секрете здоровья женщины», мы говорим о правильном рационе для всей семьи. Легким слогом отдельных советах диетологов, врачей, стилистов – 40 томов на протяжении 40 недель. На сегодняшний день это приложение отражает все те потребности, которые есть у нашей целевой аудитории. Мы с вами кушаем еду, мы с вами пьем разные напитки, мы с вами гуляем и так далее. Вот это приложение позволяет определять ровно те правильные напитки, ту правильную еду, которая будет помогать в наше непростое экологическое, непростое информационное, непростое эмоциональное время составлять свой рацион, делать правильные поступки, выбирать правильные решения. Только полезная информация, плотная бумага, качественная полиграфия – залог того, что приложение к журналу «Телесемь. Секреты здоровья» как истинная коллекция будет долго храниться в доме и служить верой и правдой. Дина Сметанова, Олег Павлов, СТВ Успехи самарских спортсменов. Воспитанник школы бокса Олимпийского резерва «Ринк» Александр Шишунов пробился на первенство России по боксу. Турнир пройдет в начале декабря в Анапе. Этого юному спортсмену удалось достичь благодаря победе в первенстве Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов России. Другой наш земляк Никита Исаков на этих соревнованиях стал серебряным призером. Воспитанники школы бокса «Ринк» отличились и на Кубке Самарской области по боксу, посвященному ветеранам этого вида спорта. Они завоевали пять золотых медалей среди победителей Вячеслав Губарев, Иван Мельник, Манвел Сарксян, Роман Задиран и Александр Бочкарев. Волейбольная «Искра» планирует успешно выступить в чемпионате высшей лиги. На сегодняшний день самарчанки в сезоне провели шесть поединков. В свой актив они смогли записать только три победы. Таким образом, в активе «Искры» 10 очков и они возглавляют турнирную таблицу. Но «Волжанкам» в ближайшие три недели предстоит серия выездных игр. В Волгограде, Пензе, Чебоксарах и Волгодонске. Пока соперники находятся ниже «Искры» в турнирной таблице, но за исключением «Спартака». Их отставание от команды Дущенко составляет всего два очка. При всем при этом наши волейболистки обещают не подвести своих болельщиков. Что ж, у меня на этом вся информация. Далее еще один сюжет, прогноз погоды и программа «Абзац» Дениса Сарова. В завершении выпуска напомню адрес сайта георгия Лиманского, гслиманский.ру. Читайте также наши новости первыми в социальных сетях в группах «СКАТ СТВ Самара» и заходите на сайт телерадиокомпании «СКАТ». Я же с вами прощаюсь. Желаем всего доброго. Будьте счастливы. До свидания. Окно в мир и открытие для всех, кто стремится к отличному немецкому качеству. Внимание всем, кто хотел остеклить свой балкон или лоджию. Качественно, красиво, надежно и выгодно, что немаловажно. Пришло время это сделать. Только сейчас, позвонив по телефону горячей линии 205-05-42 в компании «Нордвестокна» вы получаете скидки на все работы по обустройству вашего балкона или лоджии. На этапе сварки прочного каркаса с выносом балкона в одну или несколько сторон обшивка профлистом в подарок. Скидка на остекление пластиковыми или алюминиевыми конструкциями от 5000 рублей. Фурнитура и профильная система от ведущих немецких фирм. При внутренней отделке балкона или лоджии на стил линолеума также в подарок. Итого честная экономия от 12 тысяч рублей. Компания предоставляет гарантию 3 года. На все работы предоставляется рассрочка без первого взноса. Качественный, красивый и выгодный балкон для вас в компании «Нордвестокна». И, конечно, за качественными пластиками окнами со скидками тоже к нам. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ